Всем привет! Сегодня предлагаю сделать бутон и дополнительные цветы композиции. Нам понадобится 9 литровая бутылка. Отрезаем верхнюю и нижнюю часть бутылки. Соединяем две части при необходимости слегка подрезать. Скреплять части я буду с помощью болтов. Трех креплений вполне достаточно, но если нет болтов, можно воспользоваться пластиковыми хомутами. Для бутона я взяла бумагу бордового цвета. От рулона отмеряю и отрезаю 50 сантиметров. Сложу для удобства и разрежу на 6 равных частей по 8 сантиметров. Из полосок будем вырезать одинаковые лепестки. Сложим пополам и еще раз пополам. По верхнему краю вырезаем произвольно волну. Каждой волне придам дополнительный изгиб. Полоски подготовлены. Но мне показалось, что этого недостаточно. Возьмем еще один отрезок бумаги в 30 сантиметров. И разрезаем на 6 равных частей примерно по 8 сантиметров. На каждой полоске вырезаем все те же волны и придаем дополнительный изгиб. Все полоски растянем аккуратно в одну и в другую сторону. Соединим полоски между собой. Примерим эту мочалку в середине. Ну вот, теперь хорошо. Чтобы бутылка не просвечивала обрезками от бумаги, я заклею всю поверхность внутри формы. Заклеивать можно и целым листком бумаги, но я люблю экономить. Все, поверхность закрыта. Теперь между лепестками середины не видна прозрачная бутылка. От рулона отмеряем и отрезаем 50 сантиметров. Разрезаем полученные на 4 равные части по 12 сантиметров. Полотно сложим пополам и на 3 части. Прорезаем с обеих сторон до конца. Вырезаем скругленные лепестки. Лепесток слегка растягиваем. Все ленты необходимо превратить в лепестки. Наносим клей на внешнюю поверхность лепестка. Лепесток крепим к внутренней стенке формы. Клеим по кругу внахлёст. Круг завершён. Лепестки следующего круга клеим на внешнюю стенку формы. Лепестки клеим вровень с предыдущим рядом. Клеим по кругу внахлёст. Ряд завершён. Клеим по кругу внахлёст. Режем 50 сантиметров. Разрезаем на 20, 20 и 10 сантиметров. Полотно 20 сантиметровое сложим пополам и ещё раз пополам. Вырезаем скруглённые лепестки. Каждый лепесток растянем. Клеим лепесток на форму так, чтобы все лепестки в верхней части цветка были на одном уровне. Клеим по кругу внахлёст. Лепестки закончились. При нарезании финальных лепестков у меня осталась полоска 10 сантиметровая. Укорочу её до 8 сантиметров. И обработаю для добавки к лепесткам середины. Приклею её к остальным лепесткам. Зафиксируем середину. Для этого в сердцевину цветка наливаем горячего клея и выкладываем заготовку середины. Теперь предлагаю оформить бутон зеленью. От рулона отмеряю и отрезаю 20 сантиметров. Разрезаю отрезок пополам по 25 сантиметров. Сложим на 3 части. Разрезаем с обеих сторон до конца. Определяем середину и отмеряем от низа 10 сантиметров. И начиная вот отсюда мы прорезаем направляясь к середине. Отступая от верха 10 сантиметров прорезаем тонкий кончик по направлению вниз. С остальными заготовками проделаем все тоже самое. Листья соберем в мелкую складку и закрутим в одну сторону. Каждую тонкую полосочку подкрутим дополнительно. Нижнюю часть лепестка слегка растянем. Освободим горловину от лишнего. Отличная, к слову сказать, пила. Клей наносим на лист и фиксируем его на бутон. Место, где крышка завинчивается на бутылку не заклеивать. В крышку впоследствии можно будет вставить трубу. Она же стебель. Клеим по кругу внахлёст. В нижней части лепесток сильно не натягивать. Следим, чтобы не просвечивала бутылка. Но если вдруг она все же видна, можно вклеить в это место маленький листок. В крышке можно сделать отверстие и в него вклеить стебель. Все, листья наклеены. Бутон завершен. Для того, чтобы композиция была закончена, предлагаю сделать дополнительные бутоны и мелкие цветочки. Выглядят они вот так. Немного необычные, но мне понравились. От рулона белой бумаги отмеряю и отрезаю 50 см. Полученные режем на 4 равные части по 12 см. Сложим пополам, еще раз пополам и еще раз пополам. Вырезаем лепестки. Сложим по 3 лепестка и немного закрутим. Затем расправим и слегка растянем. Кончик лепестка стараемся не трогать. У основания соберем каждый лепесток в мелкую складку. На формирование одного цветка уйдет 8 лепестков. Лепестки собираем в цветок по кругу. Зафиксировать собранные можно с помощью нитки. Но я предпочитаю клей. Из всех полосок нужно сделать вот такие же соцветия. Цветочки готовы, займемся зеленью. От рулона отмеряю и отрезаю 14 см. Полученное полотно разрежем на 6 равных частей по 8 см. Каждую полоску сложим пополам и вырезаем треугольники. Начиная с середины. Все части нарезаем аналогично. Соберем треугольники и слегка покрутим. Затем расправим, растянем и слегка подкрутим у основания. Для аккуратности лепестка можно у треугольника немного подрезать углы. Листочков должно получиться много. Следующий этап. Создание ярких закрученных полосок фиолетового и розового цвета. Для этого понадобятся отрезки аналогичного цвета размером 18 на 18 см. У меня были эти отрезки нарезаны заранее. Из этих полосок вырезаем удлиненные треугольники. Для этого нарезая переворачиваем бумагу каждый раз. С розовой бумагой поступаем аналогично. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ. Каждый треугольник превращаем в трубочку. Свернув несколько трубочек придадим закрученный вид с помощью карандаша. Фиолетовые трубочки закрутим по такому же принципу. Все заготовки готовы. Для сборки соцветия понадобится картон 5,5 см на 27 см. Сложим пополам и нарисуем полукруг, отступив от краев по 1 см. Вырезаем. Обрезками бумаги декорируем форму. Или просто окрашиваем в зеленый цвет. Начнем сборку. На белый цветок к основанию клеим разноцветные трубочки, чередуя цвета по кругу. Оформляем так все цветочки. Цветы подготовлены. Фиксировать цветы будем по верхней дуге формы. В нижнюю часть позже вставим стебель. Клеим цветы и к форме и между собой. Цветы зафиксированы. С противоположной стороны от цветов вклеим в форму стебель. Стебель дополнительно фиксируем обрезками зеленой бумаги. Стебель дополнительно фиксируем. В образовавшуюся полость добавляем разноцветных трубочек. Трубочки добавлю и на протяжении всей формы в пустоты между цветами. Начинаем фиксировать листву. Вначале отдадим предпочтение мелким листочкам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Трубку оборачиваю бумагой и все готово. Собрать композицию предлагаю в картонную коробку. Для этого понадобится картон, степлер, фатин, металлопластиковые трубы и, конечно, сами цветы. Из картона предстоит сделать коробку. Диаметр круга 50 см. Отступив от края 2 см, проводим внутренний круг. Затем делаем прорези. Прорезанные полоски нужно будет загнуть. Понадобится 2 больших полотна картона. Длина одного картона метр. Два полотна скрепляю между собой. Круг фиксируя от ступиху вниз 25 см. Получаем картонную коробку. Для жесткости форму зафиксировала клейкой лентой. В моей композиции будет 6 бутонов и 1 большой цветок. В картонный круг я креплю с помощью хмутов металлопластиковые трубы. Проделываю дырки в трубе и в картонном кругу. Креплю на хомуты. Внешнюю сторону коробки декорирую тканью и бумагой. Сначала пристреливаясь фиксирую складки. Затем приклеиваю их с помощью горячего пистолета. Ткани ушло на саму коробку 3 метра при ширине полотна 1 метр. И на бант 3 метра при ширине полотна 50 см. На установленные металлопластиковые трубы креплю бутоны. И посередине большой цветок. Затем композицию декорирую маленькими соцветиями. И добавляю листвы. Отличная подарочная коробка получилась. А у меня на сегодня, пожалуй, все. Спасибо, что смотрите меня. Удивляйтесь сами. Удивляйте близких. Всем удачи. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!